Документальная программа Что у нас кое-где иногда вроде бы как слегка как бы воруют Упоминал даже сам Билл Гейтс во время своего памятного визита в Москву Если учитывать, что БГ на сегодня является одним из самых богатых людей в мире Это может означать, что скоро всех пиратов вздернут на рей А может быть и наоборот? Ознакомится Билл Гейтс с количеством продаваемых в России лицензионных программ фирмы Майкрософт И наложит на себя руки Ну а нашу программу открывает игра, которая называется Tomb Raider 2 Эта игра является нам редким примером того, как герой игры становится популярнее самой игры Не герой, героиня Легендарная девушка по имени Лара Крофт Всякий согласится, что она необычайно красива Если прибавить к этому неукротимый нрав и крупный банковский счет То становится понятным, почему она снискала такую симпатию у юзеров всего мира А откуда любопытно узнать вам известные подробности о банковском счете? В игре есть опция Laras Home, которая позволяет побродить по дому Лары Тот еще домик, я вам доложу, размером с дом Пашкова и великолепно обставлен А мебель подходящая? Английские кресла Чип и Дэйл Если вам это хоть о чем-то говорит При этом настоящий, разбитый под агрой дворецкий Много вы видали домов с дворецким? Ладно, вернемся к игре Лара, как известно, специализируется на поисках древних артефактов Ради очередного магического изделия древних Ей придется побывать в Китае, Венеции На затонувшем Титанике еще бог знает где Противостоят ей по-прежнему всякие босики и бандиты А также дикие звери свирепого нрава Немного изменился и облик самой Лары Она отрастила косичку А также получила возможность переодеваться по ходу игры Внимание ценителей! Впервые в игре уровень, где Лара появляется в купальнике Так что у вас есть ясный стимул доиграть хотя бы до середины программы А сейчас мы собираемся показать вам новую игру МИФ И немного рассказать о ней Ну, во-первых, игра не такая уж и новая А во-вторых, не МИФ А МИСТ Понимаете? Ну, похоже, вы не выговариваете некоторых букв и цифр Но она называется МИФ Ну да, МИСТ Понимаете? Вот посмотрите Язык упирается в небо И получается МИСТ Понимаете? Да нет, она называется МИФ Без всякого Т Без всякого неба Как без неба? Смотрите сами Действительно Название этой программы может вызвать некоторые ассоциации со знаменитым МИСТом Однако кроме ассоциаций между ними нет ничего общего Ну, значит, нечего об этом и говорить История, о которой поведает эта игра Началась в древнем отдаленном королевстве Указывая такой туманный адрес Авторы игры защищают себя от возможных проверок Никто кроме них не знает Что на самом деле творилось в этом государстве И мы вынуждены верить им на слово Поселения живущих там людей С некоторых пор стали подвергаться нашествиям всякой нечисти В ее отрядах мы встретим оборотней Уже привычных оживших мертвецов А также призраков Которые, несмотря на свою бестелесность Могут попортить много крови живому человеку Возглавляют эту гвардию персонажи, известные как Fallen Lords Переводится это примерно как Опустившиеся лорды Но если вы представите себе грязных, опухших лордов С испятыми лицами То будете в корне неправы Они опустились вовсе не в нашем бытовом смысле Лорды вступили на путь служения злу А это, согласитесь, не к лицу человеку из общества По жанру мисс можно отнести к трехмерной стратегии в реальном времени Однако здесь мы найдем немало отличий от классических представителей этого жанра Но, во-первых, в этой игре полностью отсутствует хозяйственная часть Любую миссию вы начинаете с конечным количеством воинов А когда их всех поубивает, новыми вам разжиться будет негде Зато глаз игрока порадует трехмерный пейзаж Который можно вращать во все стороны по своему произволу Правильно, мы всегда утверждали, что не человек должен вращаться вокруг мира А мир должен вращаться вокруг человека Теперь позвольте дельный совет Будьте поаккуратнее с гномами Гномы воюют на вашей стороне И используют бутылки с коктейлем молотова Однако бросают они их как попало Особенно не разбирая своих и врагов Одна такая бутылочка может уложить пять-шесть воинов Беда с этими бутылочками Ладно бы только на поле боя Интересная игра А что означают эти индикаторы сбоку у солдат? Они показывают, насколько здоров тот или иной боец В случае его ранения или болезни Столбик индикатора опускается и краснее А, понятно Что с вами? Что-то не здоровится Ладно Нашу программу продолжает игра, которая называется Сапкалча Подвод... Так, только спокойно Слово Сапкалча можно перевести как субкультура То есть андеграунд Люди достойных лет хорошо знают, что это такое Темные мастерские в подвалах Портвейн А потом приезжают иностранцы Ничего этого в игре, разумеется, нет Напротив, она подробно рассказывает о культуре маленьких подводных гуманоидов Выяснилось, что на дне океана давным-давно существует некая цивилизация Ее представители строят подводные города и путешествуют между ними на маленьких субмаринах О нашем с вами существовании они, видимо, не подозревают Что приводит к некоторым недоразумениям Дело в том, что жители различных городов стали приписывать друг другу загрязнение окружающей среды ядовитым мусором Им был невдомек, что мусор достается им в дар от человечества Путешествуя по подводному миру, вы будете постоянно замечать предметы нашей материальной культуры Рваные ботинки Монеты Пробки от бутылок Консервные банки Впрочем, если говорить о пробках, то морские жители научились переплавлять их и использовать для собственных нужд Не стоит забывать, что обычная пробка своим размером пять раз превосходит среднего жителя Донной Республики По ходу игры вы будете выполнять различные миссии и зарабатывать грязные денежки, на которые будете совершенствовать свой батискап А сейчас мы бы хотели обратиться к тем из наших зрителей, которые увлекаются рыбалкой Уважаемые единомышленники Если в один прекрасный день к вам на крючок попадется маленькая желтая подводная лодка Пожалуйста, выпустите ее обратно в мировой океан Ну вот и все на сегодня Наша программа заканчивается Гейм оба До следующей встречи